Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за дортмундскую Боруссию FIFA 21 и в прошлой серии у нас была настоящая битва с Барселоной, мы буквально на последних минутах забили свой четвертый мяч, сделал это Эрлин Холланд и именно он смог помочь команде выйти в четверть финал Лиги Чемпионов, Барселона отправляется домой, вам ребята огромное спасибо за поддержку прошлой серии, давайте к этому ролику как можно быстрее постараемся набрать больше тысячи лайков, для вас это не проблема, сейчас мне нужна ваша хорошая поддержка, это очень сильно мотивирует снимать ролики, ну и также не забывайте про мой второй канал Фандом Лига, посвященный прохождению игр связанных с супергероями Marvel DC, ссылочка на канал есть в описании каждого ролика и в друзьях канала, ну и на этот канал тоже конечно не забывайте подписываться и прожимать колокольчик, у нас сегодня серия стартует матчем против Шальки 0-4, команда нашего футболиста в карьере игрока, ну а также сегодня ребята у нас, как я понимаю, будет первая игра четверть финала Лиги Чемпионов, давайте посмотрим какие команды вышли в четверть финал Лиги Чемпионов, а также Лиги Европы. Начнем с Лиги Европы и вот здесь у нас интересные пары, Вилериал против Браги, РБ Лейпциг против Лилия, Хофенхайм против Наполи и Марсель против Ромы. Хофенхайм выбил с общим счетом ЦСКА, по-моему, 6-1. Фейнорд обыгрывал Локомотив, но уступил как раз-таки Браги в 1-8, ну и теперь приступаем к просмотру матчей Лиги Чемпионов. Четверть финала, Ювентус против Челси, Реал против Латсо, Интер, Севилья и ПСЖ Дортманская Баруся. Это будут интересные встречи и самое интересное, что Латсо смогли по сумме голов на чужом поле пройти Манчестер Сити. ПСЖ с трудом по пенальти прошли Порту. Реал довольно уверен на 4-1 по сумме матчей прошел Манчестер Юнайтед, Ливерпуль уступил Севилье, Севилье также прошла по голам на чужом поле. Смотрим дальше, Челси проходит Аталанту 3-1 по сумме матчей. Ювентус проходит Атлетика Мадрид, ну так скажем, где-то даже немножко скрипя 4-2. В последнем матче 2-2 ничья и была битва настоящая, так же как и у Баварии с Интером. Интер проходит по сумме 4-3 в двух матчах и тоже как и мы буквально обошли Барселону. Они также выходят в четвертьфинал. У нас 5-4 с Барселоной по сумме матчей. Ну и в общем, ребята, я думаю, четвертьфинала будут весьма интересны. У нас в прошлой серии было несколько симуляций, поэтому Хумельс получил красную карточку и сегодня я решил сыграть вот таким вот составом. У нас Эмре Жан выходит на позицию центрального защитника и, кстати говоря, у него ни капельки не падает рейтинг, так что периодически можно заигрывать его там. Сегодня в старте попросился Юлиан Брандт, также сегодня выходит Генрих Махитарян. Ну и, ребята, давайте отправляться на игру. Это игра против Шальки на выезде. Также у нас сегодня, по-моему, игра против Юниан Берлин и против ПСЖ. Первая встреча в четвертьфинала Лиги Чемпионов. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали на игру. У нас пока что есть неплохой задел по очкам и эта игра у нас еще, так скажем, резервная, потому что Бавария, которая идет вслед за нами на втором месте, уже свою игру сыграла. Ну и сейчас постараемся, ребята, выиграть у Шальки. В прошлом матче, судя по комментариям на пресс-конференции, мы выиграли у Шальки 5-1. Я, честно сказать, этот матч вообще уже не помню, потому что сейчас две карьеры и обе они в немецком чемпионате. У нас вот то Англия, то Германия. Я думаю, будет впереди еще много всего интересного. Ну а пока Шальки с центра поля начинает эту встречу. Поехали. Эрлинг Холланд по-прежнему лучший бомбардир Лиги. Ну а, кстати говоря, Марко Ройс уже ворвался в восьмерку бомбардиров. Ему буквально нужно два мяча, чтобы попасть в пятерку лучше. Эрлинг Холланд. Генрих Махитарян. Нужно играть направо. Отлично. Прострел на Юлиана Бранта. Он развернулся и слева и послал мяч в дальний угол. Юлиан Брант забивает свой очередной мяч. Насколько я знаю, кстати говоря, вот это вот празднование Лягушонка доступно только в оффлайн карьере. То есть в онлайне такое празднование вроде как сделать нельзя. Не знаю, с чем это связано. Может быть, кто-то знает. Напишите в комментариях. Ну а так Юлиан Брант забивает свой очередной гол. Девятая минута. Девятый гол. Девятнадцатый номер. Юлиан Брант. Он забивал похожий гол, кстати говоря, в недавних матчах. Тоже вот так же развернулся и слева и послал мяч в дальний угол. И видит он здорово. Холланда. Холланд просто корпусом утрамбовал соперника. И забивает второй гол. Дортмундской Баруси в этом матче на семнадцатой минуте. Холланд просто машина. Вот именно в этой части Фифы мне очень нравятся такие крупные форварды. Когда ты можешь, прожимая Л2, несколько раз оттеснять соперника корпусом. Ну а после уже разобравшись убежать один на один. Двадцать шестой гол Холланда. Да, может быть, это не так много, как было у нас у Тима Вернера, а также Хавертса в Челси. Тогда они в первом сезоне наклепали чуть ли не восемьдесят голов команды. Пока Марка Ройс и Холланд выглядят чуть скромнее. Потому как за Челси в первом сезоне мы не стали чемпионами. Генрих Махитарян вытаскивает третий. Ну что, ребята, Шальке за двадцать минут пропускает три. И пока что чувствуется все напряжение именно в чемпионате. Точнее, в Лиге Чемпионов и Кубке. А вот в чемпионате все пока дается довольно легко. Ну и Махитарян. Дебютный гол в Бундеслиге. Пока до этого он отдавал только лишь голевые передачи. Вот сегодня вышел он, вышел Юлиан Брандт. Они забили по мячу. И пока Шальке, как и в первом матче, не может нам ничего противопоставить. И снова Вицель. От него ушли. За году развернулся. Удар по воротам. Ну и все. Это гол. Это довольно стандартный гол искусственного интеллекта. Вот этот резкий разворот. После небольшого прикрытия. И наши защитники просто на два метра куда-то отскальзывают. Как будто вокруг лед. Павалетти забивает свой пятый гол в Бундеслиге. Двадцать шестая минута. И вот так вот за двадцать шесть минут команды заколотили уже четыре мяча на двоих. Читая комментарии, частенько видел то, что многим не нравятся такие, вы знаете, хоккейные результаты. Но мне кажется, футбол уже давно стал игрой, когда команды забивают довольно много. И вот этот вот привычный, может быть, для многих результат 1-0, он уже, мне кажется, даже в жизни не всегда бывает в каждом матче. Очередная атака хозяев. Удар по воротам. Будет ли еще один? Но мы здесь спокойно, спокойно смогли выйти. У нас начинаются вторые. Сорок пять минут. Мы пока лидируем 3-1 в матче против Шальки. Очередной тур немецкого чемпионата. Также в комментариях частенько ребята пишут о том, что вот тебе интересно выигрывать постоянно, забивать кучу голов. Ну, на мой взгляд, все-таки игра должна приносить так или иначе удовольствие. Если у меня получается выигрывать на высоком уровне сложности, то мне приятно, приятно побеждать. И мне кажется, ребята, когда ты смотришь на красивые мячи, это тоже добавляет эмоций. Все-таки эта игра, это не Dark Souls, где ты должен страдать, где ты должен постоянно проигрывать, быть униженным соперником. И все-таки для таких целей есть карьеры за командой из каких-то нижних дивизионов. И у нас совсем скоро такая карьера будет. Потому что она у нас, в принципе, есть каждый сезон. И когда в таких карьерах, например, Road to Glory, да, или, как ее называют, бич-карьера, ты поднимаешь клуб на высокие места, ты тоже начинаешь выигрывать. Просто это происходит не сразу. Ой-ой-ой, а не грубовато ли сзади в Холланда въехали? 20 минут до конца, Шальки снова в атаке. Выходи, Бюрки! Это, ребята, красота. Вот честно скажу, такого я не ожидал. Вот такой аккуратный черпачок. Это было очень неожиданно. И мяч же летает в уголок, Шальки не сдается. У нас 3-2. Ну и вот опять, если бы Бюрки пошел на этот мяч, так скажем, боком, стелившись по газону, пытаясь забрать его в руки, шансов, на мой взгляд, было бы больше. Но он опять пошел вперед ногами. У нас Рейна выходит вместо Генриха Мехитаряна. И вот так вот Шальки потихонечку начинает приближаться уже к нашей команде. Эрлинг Холланд! И здесь арбитр фиксирует фолл со стороны Холланда. Видимо, мяч попал ему в руку. Ну и здесь снова арбитр видит какую-то игру рукой. Самое забавное, что вот такие рикошеты иногда в пользу соперника всегда ему достаются легко. А у нас два рикошета, казалось бы, из которых мы могли бы провести атаку, заканчиваются попаданием в руку. Третий момент. И вот это, ребята, сейчас может быть опасно. Пошел удар, но мяч летит выше. Шальки идет, возможно, в одну из своих последних атак. Передача здесь Делейни. И адресола Эмраджан. Удар по воротам. Бюрки спасает. Где-то, ребята, немножко нам повезло. Но поскольку мы забили на один гол больше, чем Шальки, мы увозим с собой три очка. В прошлой серии, ребята, я вас спрашивал, стоит ли взять сборную Нидерландов под свое руководство и поиграть, например, на чемпионате мира, а также на Евро. Многие ребята в комментариях поддержали это предложение. И, в общем, ребята, тогда мы берем сборную Нидерландов. И некоторые серии будут посвящены именно игре за сборную. Сейчас у нас домашняя встреча против Юниан Берлин. Бавария продолжает, как и Баруси Эминхенгладбах, приближаться к нашей команде. У них по 64 очка. Если мы выиграем, то снова сделаем отрыв в 10 очков. Мы будем сейчас играть немножко резервным составом. Вот так вот он выглядит. Состав Юниан Берлин также на ваших ранах. Ну и, ребята, поехали. Что касается матчей за сборную, то, друзья, не переживайте. Кому не очень нравятся игры сборной в карьере, то у нас игры за сборную будут только в концовке сезона. Уже после завершения чемпионата. И это, скорее всего, будет такая немножко отдельная карьера без участия Дортмундской Баруси в ней. Их нужно обыгрывать. Сейчас хорошая передача на Санчо. Попытка его удара. Юлиан Брандт плотненько прикладывался. Это рашится. И 1-0. Шестая минута. Любимая музыка для большинства зрителей в комментариях звучит. На домашнем стадионе. Когда забивает Дортмунд, именно она радует публику. Но и здесь рашится. От души вложился слевой. Не смог спасти галкипер. Юлиан Берлин. Девятый гол рашится. И мы снова довольно быстро выходим вперед. Десятая минута. Юлиан Берлин разыгрывает атаку и спасает Хитц. Очень мощный выстрел головой по нашим воротам. Юлиан Берлин не собирается так легко сдаваться. Это опасно. И в ближний расстреливают Хитца. Юлиан Берлин на 16-й минуте счет сравнивает. Чем-то похож этот момент на гол рашится. Только единственное соперник пробил в ближний, а не в дальний угол. Шестнадцатая минута 1-1. Рашится Юлиан Бранд. Генрих Махитарян. Увидел Бранда. Ну же. Бранд, заталкивай мяч и ворота. И что это? Фолл со стороны нападения. Классная передача по флангу. Юлиан Бранд. Пытается уйти сейчас от оппонента. Передача на Санчо. Рашится. И 2-1. Двадцать девятая минута. Мы снова выходим вперед. И рашится. Вот игрок как подмены. Очень классно себя показывает. Может сыграть на абсолютно разных позициях. И удар хороший поставленной передачи. Это его десятый гол. И двадцать девять минут у нас позади. 2-1. Бранд видит Санчо. Стили в дальний. И здесь тащит голкипер. Неудачный вынос мяча. В итоге Рашится подхватывает его в центре поля. Выходит один на один. Рашится. И не попадает. Ну вот как легко он получил мяч. Так легко и отдал его сопернику. Здесь нужно было забивать третий. И Кариус, мне кажется, в этом эпизоде спасти бы команду не сумел. И снова это Эмраджан. И отсюда можно заряжать. И каркас ворот спасает. Юниан Берлин отскакивает просто раз за разом. Но забить в итоге не сумел. Юлиан Бранд. Ну же. И теперь спасает Кариус. Момент за моментом. Ну же. Забивает Азар. Я надеюсь, что там не было офсайда. Все-таки до перерыва. Третий гол. Мы укладываем в ворота соперника. И здесь. Классная передача. На Азара. По-моему, ее Рашится сделал. Шестой гол Азара. Тоже не так много. В основном. Голы забивал. Ройс и Холланд. Сегодня они отдыхают. Через два дня у нас игра с ПСЖ. Опасная передача в штрафную. Знаете, во втором тайме соперник как-то подсобрался. Махтарян. И Кариус спасает. У нас выходит Эрлинг Холланд. Он будто только что проснулся и вышел немножко поиграть в футбол. Шестьдесят седьмая минута. Удар Холланда. Но это больше получилась скидка на Рашицу. И на противоположном фланге Санчо. Тот принимает мяч. Бьет по воротам. И поражает их. Четыре-один. Эрлинг Холланд выходит и делает голевую передачу. Седьмой номер. Седьмой гол. Семьдесят четвертая минута. Это все. Санчо. У нас выходит Рейна вместо Генриха Махитаряна. И четыре-один. Здесь уже, конечно, поспокойнее все-таки идет игра. Не так, как с Шальке. Но Юниан Берлин молодцы. И они показывают характер. Да, может быть, не получается забить. Но постоянно-постоянно пытаются подойти к нашим воротам. Опасно. И мяч в сетке. Вот это обработка. Но почему-то арбитр не засчитывает этот гол. Что произошло? Оффсайд. Вот оно как. Но мяч, конечно, был забит красиво. Да, мы видим положение вне игры у четырех футболистов Юниан Берлин. Матч закончен, друзья. Это победа 4-1. И мы отправляемся на игру против ПСЖ в четвертьфинале Лиги Чемпионов. У нас, ребята, четвертьфинал Лиги Чемпионов. Мы первую встречу проводим так же, как и с Барселоной. На выезде. И здесь важно забить. Пропустить можно. Но, ребята, не нужно. Я бы так сказал. Давайте посмотрим на состав. На эту игру. Так, так, так. Эмрэджан. Ройс. Я думаю, сыграем вот так. Нужно поменять сейчас только лишь... Так, Кумельс у нас здесь есть. Эмрэджан. Вицель. Марко Ройс. Санчо. Холланд. Посмотрим, кто на замене. Бранд. Так, Аканджи. Так, так, так. Биллингем. В принципе, нормально. Так, наверное, и выйдем на этот матч. И постараемся показать себя. Неймар. Мбаппе, Икарди, Димаре, Вейналдум, Верати, Ким Пембе, Савич. Мощный состав у ПСЖ. И, ребята, поехали. Интересно будет посмотреть на то, в какой футбол играет ПСЖ. Все-таки у них такое довольно внушительное нападение. Но довольно свободный центр поля. Всего лишь два игрока. И интересно, есть ли у них какие-то еще топовые футболисты на замене. Потому как мы видим, как сейчас меняется трансферный рынок в нашей карьере. Нам показывают команды в четвертьфинале. И Мадридский Реал уступил Лацию 3-1. Ювентус и Челси сыграли 2-2. Звучит гимн Лиги Чемпионов. Идет дождь. Наши футболисты настроены на эту игру. И посмотрите, Гирейра даже выдохнул. Каждый концентрируется сейчас на этом матче. Нельзя допускать ошибок. Нужно показать хорошую игру. И один бюркий, такое чувство, что с каким-то испугом. Нам показывают Неймара. Он сегодня в стартовом составе. Вместе с Баппе, который сейчас начнет эту встречу. Поехали. Здорово. Эмриджан. Хороший отбор. Седьмая минута. Ну и тут же шикарный подкат от Верати. Отсюда нужно бить Ройсу. Удар Ройса. И какой галешник. Марк Ройс. Десятая минута. Вот наш капитан. Он выводит Дортмунд вперед. Не дотянулся на вас. Ни других вариантов развить эту атаку здесь просто не было. Все было перекрыто. Марк Ройс. С шикарным выстрелом под перекладину открывает счет в этой встрече. Пытается накрутить Азара. Верати. Против него Вицель. Это была такая симпатичная пяточка. Но мы смогли с ней справиться. И снова посмотрите какой прессинг от ПСЖ. Пока со своей половины поля мы не можем выйти. Опасная передача Ангель Ди Мария. И это ребята Неймар. Один-один. Неймар сравнивает счет. Ну и здесь действительно нас додавили. Какой-то такой прям мощный, мощный прессинг. Не позволили нам выйти. Оставили Ди Марию одного. Он выкатывает мяч на Неймара. Нет никакого офсайда. И это 21-ая минута. Один-один. Нужно сейчас немножко мяч, может быть, попридержать. Постараться поиграть больше в контроль. Здорово. Гирейра. Пошла подача. Там Санчо. Он до мяча не добрался. А нет. Санчо у нас здесь. И вот сейчас он бьет. А там Андреас Соло забегал. Тут же заброс на фланг. Это Сержи Роберто. Все чаще вот этим флангом атакует ПСЖ. Марка Ройс. Нужно сохранить. Футбольный снаряд. И здорово. И снова Андреас Соло. Снова Неймар. Не давать бить ему. И нарушение прямо на ленточке штрафной. Вот это, ребята, опасно. Неймар. Разбег. Удар. Штанга. Но и за году там не просто так стоял. Сейчас ПСЖ могли выйти вперед. Хумельс поставил корпус, то потом так же легко отдал мяч. За году. И на угловой. Ребята. Небольшая паника. Нам показывают повтор. Система определения гола. Но там, ребята, мяч в штангу попадает. Потом, по-моему, выскакивает. Одну минуту добавил главный арбитр. Пошла подача. За году мяч вынес. Севилья пока выигрывает у Интера. 2-1. У нас 1-1. Гол на счету. Марка Ройса. И Неймара. У нас покинул поле Азар. У нас вышел вместо него Юлиан Брандт. И Санчо. Сейчас расположился на правом фланге. И Мион сейчас мячом. Передача на Холланда. И вот снова немножко... Есть какой-то брак в передачах. Открывается Юлиан Брандт на фланге. Он свеженький. Против него Ким Пэмбе. И Ким Пэмбе каким-то просто фантастическим подкатом. Под себя мяч поджал. Удар по воротам. Это Вейналдум. Это, по-моему, он. Да. Хлестко прошивает в дальний угол. Плотный удар. И ПСЖ выходит вперед. Ну, здесь он, конечно, здорово оттеснил соперника корпуса. Не дал подойти Эмраджану. И после очень классно забит. 58-я минута. Хозяева выходят вперед. Адриас Ола. Молодцом. Юлиан Брандт. Передача на Эмраджана. И вот сейчас. Ну же Санчо. Один против всех. Передача на Эрлинга Холланда. Холланд. Вицель. Надо бить. Удар Вицеля. Мяч рикошетит. Брандт его сохранит. Хорошо. И вот здесь Вицель пытался обострить. Сделать передачу на Марка Ройса. Делэйни. Передача Юлиан Брандт. Ну и вот сейчас паста Холланда. Холланд убегает от Савича. Ставит корпус Холланд. Нет, это не пенальти. Немножко вскрикнули трибуны, но арбитр не увидел там нарушений. Снова ПСЖ довольно быстро пытается выйти из обороны в атаку. Последние 10 минут. Адресол. Заброс на Холланда. Ну же, Холланд. И спасает на вас. Какой моментище. У нас выходит Рейна вместо Марка Ройса. Последние минуты этого матча пошла подача. Бюрки. Бюрки забрал мяч в руки. И все, ребята. 2-1. Первый выездной матч. Четверть финала мы, к сожалению, проигрываем. Но я думаю, во втором у нас получится весьма интересная встреча. Там мы будем играть дома. И шансы на проход есть у обеих команд. Я надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok